Пока будешь ехать в маршрутке на работу, взболтаешься. Серьезно? Надо ли заказать что-то с Тархуном? Да, ну это точно будет град. Причем она принесла их из дома. Мужчина, доешьте мои мидии. Добрый вечер, здравствуйте и добро пожаловать на шоу Love Market. С вами Алексей Ярцев и здесь шоу Love Market, в нашей студии на Патриарших прудах. Мы ищем любовь. Осень наступает, холодает, а это значит, самая пора искать того, с кем ты будешь греться этой зимой. Давайте поприветствуем нашего гостя, который расскажет, как найти свою любовь. Встречайте, Женя Агафонов! Жендос! Ну ты знаешь, как я всегда рад тебя видеть. Конечно. Сегодня особенно. Женя видит ночную жизнь города Москва по ту сторону барной стойки. Он долгое время работал барменом, сейчас уже на повышении, ты просил об этом сказать. Конечно. Сейчас он работает администратором, начальником смены, менеджером в «Моллюска» ресторане. Похлопайте, кто был в «Моллюске» когда-нибудь. Вот, замечательно. Вот и она ела. Моллюска твоего. Долгое время Женя работал барменом. Да, скажи, пожалуйста, ты наверняка видел ночную жизнь очень во многих проявлениях и видел, как клеят друг друга мужчины и женщины из-за бара. Да, конечно. Ну, какие-то есть специфические приемы, которые повторяются из раза в раз? Да нет, там всегда настолько странно по-новому, что ты такой, я думаю, серьезно. Всегда экспром? Да, абсолютно. Да какие ты видел какие-то странные? Мужчина, доешьте мои мидии. Ну, она подошла с кастрюли. Причем она принесла их из дома. Я хочу уточнить, просто многие зрители рассмотрят мою передачу как познавательную. Это работающая схема. Ну, тогда сработало. Это работает, девчонки. Поэтому, если у вас есть недоеденные мидии, то, пожалуйста, выкладывайте свои мидии в сторис с хэштегом Love Market. Окей, хорошо. А подкатывали ли к тебе когда-нибудь, девчонки? Хотя бы раз? Да. Бывает. Это такое, да? Ну, давно он бывал бы. Просто многие в комментариях, когда знали, что ты придешь в гости, писали в комментариях под предыдущим видео, что нужно сделать, чтобы соблазнить бармена. Надо ли обязательно, чтобы намекнуть ему, что она хочет подождать тебя с работы. Надо ли заказать что-то с Тархуном? Ну, я думаю, это будет очень непрозрачный намек. На тебя бы сработал. Особенно, если ты пьяный, она вряд ли сможет выгореть. Давайте оба пьяные. Это прекрасный был. У тебя был недавно день рождения. И ты, как приличный человек, попросил... Подарок. Попросил подарок. Очень скоро ты его получишь после небольшого блица. Бустро отвечаешь, нужно выбрать что-то одно из двух, окей? Хорошо. Окей. Щедрые чаевые или приятный клиент? Правильно говорить, гость. Приятный, да. Щедрые чаевые или приятный гость? Приятный гость. Приятный гость. Мохито или блейзер? Блейзер. Заначка или заварка? Заначка. Ребусы или баребусы? Баребусы. Чай с чак-чаком или поланик-чак? Поланик-чак. Поланик-чак, это прекрасный выбор. Аплодируйте, кто знает Чака Поланика. Чака Поланика ты уже читал, поэтому мне пришлось написать книжки, которые ты не читал, издать их под псевдонимом. Это стюардесса хроники катастрофы, которую ты просил. Да, собственно. И моя новая книга «Девушка и большой красный дракон» с эксплицитными сценами. Отдельное издание, потому что ни на Зоне, ни на Литресе ты найдешь те сцены, которые я писал специально для тебя. Не стали продавать, да? Да. Окей, у меня есть для тебя предложение прямо сейчас приготовить несколько коктейлей на все случаи жизни. Справишься? Ну, я лет 7 не готовил коктейли, ну, давай. Тем интереснее будет, не потерял ли ты навык. Потому что говорят, что навык не пропьешь. Вот проверим. Пропил. Окей, хорошо. Дорогой зритель, для того, чтобы здесь, на этом столе, сейчас появилось все необходимое для приготовления коктейля на любой случай жизни, ты должен отправить это видео своему другу. Давай, сделай это сейчас. Мы подождем. Вас видишь? Ты не отправляешь это видео, и ничего не появляется. Давай, отправляй. Мы подождем. Да, Женя? Мы подождем, пока ты отправишь это трем своим подругам. Вот, видишь, что получается, когда ты отправляешь это своим друзьям? У нас есть японское саке. Все это можешь открывать. Шампанское. Итальянская граппа. Кока-кола. Тархун. Гранатовый сок. Энергетик. Водка столичная. И какой-то вискарь из пятерочки. Столько спонсоров. Спонсор мой батя. Просто я вскрыл его сейф. Я буду тебе говорить ситуации. Тебе подваливает человек и говорит, сделай мне вот для этой ситуации коктейль, а ты должен сделать что-то очень быстро для него. Ты подбираешь фужер, ты подбираешь алкоголь, ты подбираешь запивку, окей? У кого-то может быть в жизни ситуация какая-то, которая требует коктейля? Не думать о работе. Окей. Коктейль, чтобы не думать о работе, пожалуйста. Начнем так. Нужно здесь расчистить. Так, не думать о работе, да? Ну, это точно будет граф. Да, помните-ка. Будем считать, что вот это антифриз. Ну да, о работе вы точно думать не будете. Вы будете думать о медицинской страховке в основном. Пока мы добавлять сюда не будем. Ну не думать же надо, да, соответственно? Нет, подожди. Вам не думать не значит не... О работе, о работе. Нет. Ну, следующий день выходной у нас или нет? Ага. Два дня. Более того, она сейчас едет на работу, понимаете? Она хочет не думать о работе, по дороге на работу. Не пробовать. Катя, это тебе. Надо взболтать. Серьезно? Пока будешь ехать в маршрутке на работу, взболтается как раз. Окей, хорошо. Не, пахнет классно. Очень классно. Пахнет прям пятерочкой. Соткрывы десятибальнички. Ну что, Катюхе отдадим? Не, баланс нужен, погоди. Баланс. Внутренний. Большой низ. О! Так будет отлично. Вот. Окей, я могу подавать? Ну попробуй сначала. Давай мы подаваем. Ну не горький уже? Пора уже подавать. Давай, поехали. Катюхе, что-то тебе. Окей, следующий запрос. Тебе подошел человек, девушка. И она просит сделать коктейль на случай, когда она познакомилась с офигенным парнем в Тиндере, а он оказался ниже на 20 сантиметров. Ну конечно, конечно. Ну значит, это Архуна, классические лица. Мы же чувствуем, да, что с, ну, что-то пошло не так в жизни этой девушки, значит, надо помочь. Значит, дорогой алкоголь мы мешаем с сухим, полусладким, с шампанским. Это даже лучше. Да. Почему без Тархуна, да? Без Тархуна это не работает. Абсолютно. Пожалуйста. Как, что ситуация там? Что-то было меньше на 20 сантиметров? Что-то на 20 сантиметров. Коктейль Лепрекон, пожалуйста. Коктейль Лепрекон, девушки, кто желает? Окей, последняя, последняя штука. Тебе к барной стойке подходит парень и просит сделать коктейль, которым он собирается угостить девушку, чтобы произвести на нее шикарное впечатление. Она с Патриков. И нужно уложиться в 290 рублей. Ну, я не буду делать виски кола, да? Да, нужно что-то оригинальное, я думаю. Конечно. Во-первых, нам наконец-то понадобится столичное. То, что этот мужик принес с собой и протягивает тебя. А у него есть планы на эту ночь с девушкой? Конечно, конечно. Он этот коктейль для девушки, чтобы она точно распушила хвост. Понимаешь? Красивее. Коктейль-клоперин? Зрители предлагают коктейль-клоперин. А ты, дорогой зритель, пока напиши, какой коктейль бы ты сделал из водки столичной и тархуна? Ну, надо и грисово добавить, да, Танов? Конечно. Газики они дают, и это будет у нас для баланса заодно. Да, нотка баланса. Это определенный лонг у нас появился. Надо сладость. Радуга такая получается. Слушай, это даже, как минимум, это интересно. Мне нравится, что он светлым на его кресло становится. Надо отдать словами, ты, главное, не давай его пить ей. Скажи, ну, это просто для тебя. Это просто нюхать. Не, не надо и нюхать. Стало лучше хоть чуть-чуть. Да, чувствуются вот эти нотки. Вот он сильно перебивает. Нотки ногтей. Ну, хотя бы чистых ногтей. Отнюдь. Давайте подарим его Оле. Окей, спасибо. Может быть, что-то еще для себя хочешь приготовить? Наше сейчас я это уберу. Да, да, давай. Под наши аплодисменты можно посмотреть, что на самом деле пьют бармены. Когда поднимутся. Виски и кола. Тебе хватит такого стаканчика на себе? Господи, что же за виски-то у тебя такой? Пятерочка? На кассе спросили, будете по акции брать? А я... Я тоже не отказываюсь. Я, да, я как раз прочитал книжку про инвестирование, что надо покупать акции. Не прогадал, 12-летний. Окей. Так как ты прошел большой жизненный путь, сколько лет ты начал работать в баре? 17. 17. А на этой неделе тебе исполнилось... 29. 29? 12 лет. 12 лет ночной жизни вот так вот выглядят. Ты еще помнишь, когда черный русский пили, да? Да, это было в Дэнди Кафе, кстати, на удивление. Это было вот 11 лет назад, получается. Дэнди Кафе, хочу уточнить, это не какая-то игра на приставке, да? Нау Марбате было мое первое место работы. Да, это было великое место. Тогда концерты там были. Там выступали в Токио-хотеле при мне. В Дэнди Кафе на Нау Марбате. На разогреве у кого? Их не пускали на входе, потому что говорили, что это за... Бомжи приперлись. У нас спустился управляющий, сказал, я не знаю, что это за бомжи. Поднялся, потом говорят, беть, Токио-хотель. Он такой, твою мать, вот это Токио-хотель? Они не могли верболизировать. Ну, они же непонятные, это же немецкий. Ну, там же, если не учишь, ты даже не понимаешь, что это вообще язык. Ну, какие-то девчонки просто пришли. Ну, такие еще не очень хорошо выглядящие. Окей. Хорошо, тогда на прощание хочется, чтобы ты дал совет себе 17-летнему. Вспомни, каким ты был в 17 лет. Вспомни все те ошибки, которые ты совершил за последние 12 лет ночной жизни. И дай совет, как избежать их. Тому Жене, который 17 лет назад пришел устраиваться на работу в Дэнди-кафе. Женек, послушай, дружище. Я, это ты, не откуда рей, но тем не менее. Возьми мои дяди. Ты все делал правильно, так и делай. И пей сколько пил, все было правильно. Давай, Реночка. Спасибо большое, это был Женя Агафонов. Жень, спасибо тебе большое. Это было шоу Love Market. Это был Женя Агафонов, который увидел ночную жизнь. 12 лет наблюдал ночную жизнь по ту сторону барной стойки. И на прощание, мужчины, помните, что вежливость и уважение к женщине начинается с того, чтобы успеть во время оргазма сказать спасибо и спокойной ночи. Спасибо. Это был Алексей Ярцов и Love Market. Субтитры сделал DimaTorzok